Здравствуйте! В эфире «Правовое поле». Сегодня мы расскажем о правовом регулировании рыболовства. Об этом расскажет помощник прокурора Ненецкого автономного округа Воронин Евгений Вячеславович. Здравствуйте! Здравствуйте, Александр Александрович! В прокуратуре Ненецкого автономного округа приняты организационные меры для обеспечения действенного прокурорского надзора за исполнением законов в сфере рыболовства и охраны водных биоресурсов органами государственной власти и местного самоуправления региона, руководителями и органами управления юридических лиц, осуществляющих добычу в водных биоресурсах. Так, в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных и контролирующих органов округа по выявлению и пресечению экологических преступлений, по взаимодействию с контролирующими органами для пресечения нарушений, связанных с незаконной добычей и выловом водных биоресурсов, проведено межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов. В прокуратуре округа на сегодняшний день создана и действует межведомственная рабочая группа по обеспечению законности в сфере рыболовства, аквакультуры и сохранения водных биологических ресурсов. Всего прокуратурой в 2019 году выявлено 36 нарушений закона в сфере рыболовства и охраны водных биоресурсов. Внесено два представления об устранении нарушений закона. В суды общей юрисдикции направлено 28 исковых заявлений о возмещении ущерба, блокировке интернет-сайта, содержащих информацию о запрещенных орудиях лова. В органы государственной власти направлено два предложения о порядке статьи 9 Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации, о принятии нормативных актов по вопросу формирования рыболовных участков. Все акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Нарушения закона устранены. Дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица. В 2018 году принят Федеральный закон номер 475 ФЗ о любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Данным законом введено понятие любительского рыболовства. Так, это деятельность по добыче-вылову водных биологических ресурсов, осуществляемая гражданами, в целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных событий. Любительское рыболовство осуществляется гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования в соответствии с установленными суточными нормами добычи. Осуществление любительского рыболовства может быть запрещено либо ограничено на водных объектах, которые расположены на землях обороны и безопасности, на землях особо охраняемых природных территорий. В целях охраны окружающей среды, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания дополнительно к ограничениям рыболовства. Предусмотренным Федеральным законом о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов устанавливаются следующие ограничения любительского рыболовства. Период вылова водных биоресурсов для осуществления любительского рыболовства гражданами с применением сетных орудий вылова водных биоресурсов в водных объектах, расположенных в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, в целях личного потребления. Запрет на осуществление любительского рыболовства с применением сетных орудий вылова водных биоресурсов за исключением случая в соответствии с правилами рыболовства в местах массового отдыха граждан с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения водных биоресурсов под водой. суточная норма добычи вылова водных биоресурсов и другое. В настоящее время запреты на осуществление любительского рыболовства установлены приказом Минсельхоза России от 30 октября 2014 года номер 414 об утверждении правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Учет сетных орудий добычи вылова водных биоресурсов и ведение реестра сетных орудий добычи вылова водных биоресурсов осуществляются территориальными органами Росрыболовства. Обязательная поштучная маркировка сетного орудия добычи вылова водных биоресурсов осуществляется путем нанесения на него фамилии, имени, отчества рыболова, характеристик сетного орудия и его учетного номера. Порядок обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи водных биоресурсов и требования к данной маркировке установлены правительством РФ. Оборот жаберных сетей на территории РФ запрещается, за исключением районов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Особенности оборота и применения жаберных сетей в районах Севера установлены правительством РФ. Граждане на территории Ненецко-автономного округа осуществляют любительский лов на основании правил рыболовства для северного рыбохозяйственного бассейна. В соответствии с данными правилами, гражданами, зарегистрированными в населенных пунктах в прибрежных, могут осуществлять вылов во внутренних морских водах, за исключением акватории морского порта, одностенными ставными сетями, длиной не более 50 метров на человека, ячеей от 16 до 36 мм. Для жителей населенных пунктов Ненецкого округа во внутренних водах разрешен вылов в границах населенных пунктов для жителей, зарегистрированных в этих населенных пунктах, с 1 декабря до распаления льда, а также во всех курях, заливах и тундровых озерах, круглогодично для вылова частиковых видов рыб, а также с момента распаления льда до 30 июня включительно на всех разливах, также одностенными сетями, длиной не более 50 метров на человека, высотой не более 3 метров, ячеей не менее 45 мм. То есть человек, если ранее он мог использовать ставную сеть в тех же самых курях и заливах, и мы не знали чья сеть, то сейчас мы знаем чья сеть, если сети установлены с нарушением, то мы фактически уже можем приглашать лицо для составления протокола об административном правонарушении, то есть использование незарегистрированных сетей, данные сети изымаются и подлежат конфискации в доход государства, то есть человек не сможет их вернуть себе. Если КМНС осуществляет вылов на основании распоряжения Департамента природных ресурсов, они отчитываются нам, ведут промысловый журнал, как лица, осуществляющие промышленный вылов. А КМНС обычный, без распоряжения, осуществляет вылов как любители. Соответственно, они данные сети регистрируют как любители, а не как КМНС. К КМНС у него должны быть подтверждения того, что он является коренным малочисленным народом Севера. Это либо свидетельство о рождении, либо установлено судом. Подоставить до 1 сентября заявление в Департамент природных ресурсов и на следующий год получить распоряжение свободно и бесплатно, без госпошлины. Органом государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим полномочия в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов, определен Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАУ. В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года существенных изменений в Федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в прокуратуру округа направлены два предложения в порядке ст. 9 Федерального закона о прокуратуре о принятии необходимых региональных правовых актах. Предложения прокуратуры рассмотрены, органами государственной власти приняты меры к разработке соответствующих нормативных правовых актов. В области рыбного хозяйства Департамент осуществляет организацию регулирования промышленного, любительского и спортивного рыболовства, в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. С 1 января 2020 года вступает в силу закон о любительском рыболовстве. Данный закон каких-то существенных изменений для жителей округа не несет. То есть правила рыболовства у нас будут осуществляться с теми правилами, которые утверждены от 2014 года. Это правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Единственное, будут такие моменты, это как для любителей будет обязательная норма маркировать рыболовные сети. Также данный закон предусматривает процедуру, регулирующую спортивные и физкультурные мероприятия, которые часто проходят на территории округа. То есть данные мероприятия должны быть включены обязательно в плане проведения физкультурных мероприятий, которые составляют департамент образования. Непосредственно после включения в данный план мероприятий организатор данных соревнований должен обратиться в Североморское территориальное управление Росрыболовства не менее чем за 40 дней и уведомить их о проведении данных мероприятий. Любители у нас, если это касается сетных орудий лова, могут осуществлять вылов в Тундровых озерах, в Курьях, заливах, на разливах рек, также напротив муниципальных образований, поселений ставят сети. А если это касается удебных орудий лова, то в принципе они могут осуществлять во всех водных объектах, если они являются, допустим, всеми же нерестовыми реками, которые прописаны в правилах рыболовства. Охрана водных биологических ресурсов на территории Ненинского автономного округа возложена в том числе на казенное учреждение Ненинского автономного округа Центр природопользования и охраны окружающей среды. Должностные лица казенного учреждения при осуществлении регионального государственного экологического надзора имеют право в том числе Выдавать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, гражданам предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований О проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям, животным, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований Рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений Лица, виновные в нарушении законодательства о любительском рыболовстве, несут административную уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации Статью 8.37 КОАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, и влечет наложение административного штрафа. Статью 8.39 КОАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях, и влечет наложение административного штрафа. Статью 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча вылов водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных территориях, либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, наказываются вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Прокуратурой округов в 2019 году в деятельности Центра природопользования выявлялись нарушения административного законодательства, части проведения административного расследования, незаконного прекращения производств по административным делам. В целях устранения данных нарушений в адрес директора Центра природопользования и охраны окружающей среды вносились акты прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых приняты меры к устранению нарушений, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. С сотрудниками казенного учреждения Центра природопользования и охраны окружающей среды принято 63 участия в выездных мероприятиях. Из них 23 мероприятия совместных с Росрыболовством, 10 мероприятий с сотрудниками Министерства внутренних дел по Ниньскому автономному округу, 3 мероприятия с сотрудниками пограничного управления ФСБ по Арктическому району. По результатам мероприятий сотрудниками полиции было возбуждено 3 уголовных дела, квалифицированных по статье 256 УК «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Также было установлено 22 административных правонарушения, которые были выявлены на территории особоохраняемых природных территорий Ниньского автономного округа. Изъято незаконно установленных 72 орудий вылова ВБР общей длиной 2740 метров. В соответствии с законодательством о рыболовстве водным биологическим ресурсам находятся в федеральной собственности. Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется в добровольном порядке, либо на основании решения суда в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера причиненного вреда. А при их отсутствии, исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов. Проведенными прокуратурой округа проверками установлены факты уклонения граждан, совершивших незаконную добычу водных биологических ресурсов и привлеченных по этим фактам к уголовной или административной ответственности от возмещения ущерба. В целях возмещения вреда, причиненного Российской Федерацией прокуратурой округа в 2019 году, мировым судям НАО направлено 10 исковых заявлений на сумму более 300 тысяч рублей, которые рассмотрены и удовлетворены. С виновных лиц взыскана сумма причиненного вреда. Спасибо, Евгений Вячеславович. На сегодня это все. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова